Всем привет! Продолжаем уроки по языку C++. И сегодня мы попытаемся вкратце рассмотреть, что такое исключение. Как и большинство языкового программирования, в языке C++ существует механизм обработки ошибок. Называется исключение. Основная идея исключений состоит в отделении выявления ошибки, что можно сделать в вызываемой функции, и ее обработки, что можно сделать в вызывающей функции, чтобы гарантировать, что ни одна выявленная ошибка не останется необработанной. Иначе говоря, исключение предоставляет механизм, позволяющий сочетать наилучшие подходы к обработке ошибок, исследованные до сих пор разработчиками языка C++, Какой бы легкой ни была обработка ошибок, исключение делает ее еще легче. Основная идея в следующем. Если функция обнаруживает ошибку, которую не может обработать, она не выполняет оператор return, то есть не завершает выполнение функции с помощью return, как обычно, а генерирует исключение с помощью инструкции throw. показывает, что что-то произошло неправильное. Вот в данном случае единичка, как бы это неправильное что-то. Сейчас дальше вы все поймете. Любая функция, коственно или прямо, вызывающая данную функцию, может перехватить созданное исключение с помощью конструкции catch. Вот. То есть это try, это мы что-то пытаемся. В этом блоке, внутри этого блока, мы выполняем код, который где-то может быть неправильным, и кто-то внутри этого блока может сгенерировать исключение. И чтобы его перехватить, есть конструкция catch. То есть обязательно условие есть try и обязательно блок catch. Вот. Так вот, исключение перехватывается с помощью конструкции catch. То есть мы указываем, что следует делать, если вызываемый код вызвал инструкцию throw. То есть в catch уйдет, то есть выполнение вот этого участка кода в catch будет тогда, если кто-то вот здесь сгенерировал исключение, то есть создал его. Вот. Но если же кто-то сгенерировал исключение, это throw может быть не обязательно в блоке try catch, это может быть и перед. Вот. И если ни одна из функций не перехватила это исключение, то тогда, конечно же, программа завершает свое выполнение. То есть throw. С помощью throw мы можем говорить, что что-то произошло. И вот это что-то произошло мы можем выражать различными типами. Вот. Как вы видите, вы видите блок try и несколько catch. То есть обязательно условие try и как минимум вот такой catch. Catch это все типы, все ошибки, которые могут быть. Что это означает? Вот смотрите, вы сейчас видите catch int, catch char и catch const char, то есть строка. То есть мы можем здесь перечислять различные типы ошибок. Как мы говорим, что произошла какая-то ошибка, и говорим, и передаем информацию о том, какая же это ошибка, мы вызываем throw. throw и вызываем с помощью, то есть передаем какой-то, можно сказать, аргумент. Аргумент какого-то определенного типа. В данном случае, единичка по умолчанию у нас имеет тип int. Соответственно, перехват вот этого исключения будет именно вот в этом блоке, где у нас описано catch int. Вот. А вот здесь x exception, да, это я сокращенно написал, сюда уйдет единичка. То есть если мы запрограммируем свою программу и договоримся так, там напишем у себя в комментариях, в документации, что если единичка, то это ошибка такая-то, да. Если двоечка, то эта ошибка другая. Вот. А вот здесь мы это можем обрабатывать, можем в свитче, да, обрабатывать все int и смотреть. Если единичка, значит мы знаем, что-то произошло там. Где-то прервалось соединение, к примеру. Если двоечка, то мы знаем, что где-то там, ну, не знаю, там отсутствует возможность записи файл или еще что-нибудь. Ну, давайте сначала запустим. Запустим вот это и посмотрим, что произойдет. Итак, все у нас хорошо-хорошо. Генерием исключений 1. Ну, целочисленное. Нажимаем F10. Как мы видим, перехватил вот этот кетч, где у нас четко описан int. И в данном случае x будет равен единичке, да, вот. Хорошо. Теперь давайте сгенерим чар, да. Ну, мы можем различными типами, вплоть до того, что мы можем свои классы описать и передавать, и генерить вот там перечисления, либо объектами класса. Ну, давайте сейчас сгенерим ошибку, ну, то есть исключение типа чар. Запускаем еще раз. Происходит генерация. Как мы видим, вот этот блок перехватил. Далее. Давайте сгенерим строку, чтобы сразу написать, что произошло. Error, вот так вот, короче. Error, Zorro какой-то. Вот. Соответственно, как вы догадывались, должен быть, это все перехвачено должно быть вот здесь. Const char. Ну, либо же это мы можем string стандартный, C плюсовый, вот. Как вы видите, блок перехватил вот этот. То есть, какого типа мы сгенерировали исключение, тот блок и перехватил. Если же мы сгенерим исключение типа неизвестного, то есть, не перечисленного здесь. И если у нас есть кетч, вот такой вот, да, три точки, то есть, это все любые типы, то тогда перехват идет сюда. Вот блок. Ну, давайте. 1U. 1U литерал, это означает unsigned. Соответственно, у нас нигде здесь в кетче unsigned нет. Нажимаем F10, как мы видим, вот этот кетч сработал. И пишет, что unknown неизвестная ошибка. Вот. Так. Это есть. Теперь время, наверное, рассмотреть примеры. То есть, давайте первое еще подытожим немножечко. В try блоке, в try, вот он, необходимо размещать код, который потенциально может привести к аварийному закрытию программы. То есть, это аварийное закрытие программы, то есть, точнее, тот код, который может потенциально содержать какие-то ошибки. И эти ошибки могут возбуждаться с помощью throw. То есть, с помощью вот такого вот способа. Вот. Исключения генерятся с помощью throw. Вот. Если throw сработает, программа автоматически приступает к выполнению и, точнее, поиску кетч блоков, которые могут перехватить это исключение. Вот. Соответственно, весь оставшийся код, к примеру, вот здесь, уже выполняться не будет. Вот. Потому что только, как только генерится исключение, все то, что ниже throw, уже не выполняется. Вот. Кетч блок никогда не сработает, если не было сгенерено ни одно исключение. Вот. итак, теперь давайте рассмотрим примеры. Первый пример. У нас вот объявлена глобальная переменная вектор. И он ничему там, то есть там нет элементов. И мы попробуем что-то туда записать. Вот так. Example testA и testB. И запустим. В этом случае получится ошибка и, скорее всего, наша программа должна упасть. Что и происходит? она падает. Почему она падает? Потому что, ну, если этот вектор будет объявлен локально на стеке, то, в принципе, ничего страшного может и не произойти. Ну, как? Оно будет работать неправильно, что-то будет перезатирать, но мы об этом знать не будем. вот. Но если же это глобальная перемена, которая находится в статической памяти, то переезды по памяти чреваты тем, что программа будет падать. Так вот, какой выход из этой ситуации? Выход из этой ситуации проверить размер вектора и этот индекс. Вот. Но у вектора есть аналогичная функция, аналогичная вот этой функции, то есть, ну, этому оператору, то есть, это оператор, как доступа по индексу. Аналогичная функция есть точка отт. Но что делает точка отт? Взять. Здесь идет проверка этого диапазона. То есть, существует ли элемент с этим индексом? Если не существует, то вектор генерит исключение. То есть, он там у себя вот здесь, к примеру, в раньше чек делает throw out of range. и вот пишет вот такое вот сообщение можно получить. Вот, соответственно, если мы работаем с остальными контейнерами, алгоритмами, то желательно оборачивать в блоке trycatch, желательно, чтобы гарантировать, что программа не упадет неожиданно. И использоваться функциями, определенными функциями. То есть, по вектору надо почитать справку, какие там есть функции и какие исключения сам класс вектора может генерить. То есть, в данном случае я знаю, что at функция, если у нас не существует, но если мы выходим за пределы, то будет сгенерено исключение std out-of-racee, out-of-range. Вот. И это объект класса, и у этого объекта класса я могу еще и узнать, что произошло. То есть, к примеру, для логирования в файл. Но в этом случае я уже знаю, что мы где-то вышли за пределы. Вот. Ну, давайте я запущу так, а за комментарий и запустим. Вот. Соответственно, работая с какими-то объектами или с библиотеками и зная, что объекты этих там типов, ну, определенных типов, могут генерить исключение, то обязательно оборачивайте это в блоке try-catch, чтобы не произошло неожиданности. Так вот, сейчас мы попытаемся записать в нулевой элемент. Первый элемент значение 10. Этого элемента нет. точку останова не поставил. да ладно, вот было сгенерено исключение. И вот в cout я вывел это. Вот, вектор, range, чек, тра-та-та-та-та-та-та. Ну, давайте точку останова поставлю, еще убедимся и перейдем к следующим примерам. Вот. Как вы видите, все у нас сработало. Так. Ну, можно, смотрите, можно писать вот так вот, try catch, вот если внутри функции надо не все тело функции оборачивать в блоке try catch, либо же если полностью все тело функции можно сразу же написать вот void try catch. Как вы видите, дополнительных фигурных скобок вот, к примеру, нет. Вот, вот так. Да. Ну, это если нам нужно полностью все тело функции обернуть в try catch. Есть. Переходим к примеру B. C точнее. Что у нас в примере C? То есть, я еще сейчас покажу пару таких вариантов использования try catch, но генерат тема исключений в любом языке программирования достаточно скользко. Этот механизм вносит как свои преимущества, так и свои недостатки и скрытые опасности использования. Поэтому исключения в C++ нужно использовать только там, где они крайне, запомните, крайне необходимы и где без них нельзя обойтись. В остальных случаях лучше использовать традиционный возврат кода ошибок. Но много программистов, много мнений и каждый делает по-своему. И в целом программы работают и ничего страшного не происходит. Итак, давайте посмотрим на пример C. Здесь просто у меня есть перечисления. Какие-то коды ошибок. Нет ошибки open, close, write, read. Это имеется ввиду, что ошибка открытия закрытия записи и чтения. И есть некие функции, которые при открытии могут сказать, что не получилось открыть. Но это так, эмуляция. Просто вот есть четыре функции. И, к примеру, есть функция, в которой получают данные. Вот, open, это может быть и сокет открыть, и файл открыть, и еще что-нибудь, без разницы. И вот, соответственно, функция getData, как минимум, должна что-то открыть. Если не получилась какая-то ошибка, то закрыть и вернуть error code open. Дальше, если не получилось записать, то закрыть файлик, ну, или сокет, и вернуть error code в write. То же самое при чтении. Если же все хорошо, вот, нашей функции, мы открываем, записываем, читаем, тра-та-та-та-та-та, все отлично, то возвращаем, что no error. И вот вызывающая функция тест, вот она ориентируется по резу, результату. Если не равно no error, значит, мы логируем ошибку. Соответственно, вот здесь, чем больше функций, которые возвращают какое-то значение, тем больше таких будет блоков, а вот тем где-то возможно запутаннее код будет. Но можно воспользоваться механизмом исключения. Теперь смотрим пример D. У нас все то же самое, error код, только у нас уже нету no error, потому что он на самом деле не нужен, потому что это у нас основано на механизме исключения. Соответственно, если исключения не будет, то мы знаем, что все произошло хорошо, никаких ошибок. Итак, у нас ошибки открытия, закрытия, записи и чтения. Кстати, закрытия можно было бы и убрать. Ну да ладно. И вот функции. К примеру, если что-то не так, то есть это я для сокращения записи сделал. Если происходит какая-то нештатная ситуация, мы генерим исключения. throw open дальше, если при записи генерим исключения записи, и если при чтении генерим код, ну как бы исключение, что ошибка чтения. Дальше смотрите, функция getData и вот блок try. Открываем. Если все отлично, идет выполнение дальше. Right. Если все отлично, идет дальше. Если все отлично, все идет дальше. И в конце концов закрываем. Либо же если при открытии произошло что-то и было сгенерено исключение, то что все верно у нас управление переходит в блок catch. где мы сразу же закрываем этот файл и смотрим что произошло по этому коду. Если то open пишем или логин в консоли или в лог файл информации об ошибке. Иначе если мы используем другие библиотеки которые тоже могут генерить исключение то мы логируем что неизвестный тип этого исключения. как вы видите в этом случае уже код гораздо чище его приятнее читать и обработка ошибок то есть исключительных ситуаций в одном месте а не вот здесь то есть вот здесь как минимум еще надо там что-нибудь логировать к примеру либо возлагать это вот сюда что не всегда удобно то есть все зависит от проектов от задач и прочего вот теперь давайте еще рассмотрим два примера пример е к примеру это просто фантазия да и пример как можно было бы поступить но это не значит что так нужно поступать всегда отталкиваетесь от задач конкретных задач к примеру не что-то не забыть не забыть диалог что-то там освободить есть какая-то функция вот мы выделяем память и может что-то произойти и нам нужно завершить нашу функцию значит нам нужно освободить эту память не забыть и выйти дальше куча кода 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 вызова функции опять что-то может произойти после чего нам надо завершать функцию значит что надо освободить может быть залогировать ретур и здесь то же самое ну и в конце концов в конце функции вот это тоже надо сделать вот если же воспользоваться механизмом исключений то вот выделяем память если что-то произошло генерим исключения куча кода что-то произошло генерим что-то произошло генерим ну и в конце тоже генерим и обработка этого всего добра только в одном месте И соответственно, если don't, do not forget диалог, мы что делаем? Освобождаем память. Это просто как вариант, с разных сторон мы смотрим на исключения, чтобы возможно вам было легче понять. И последний пример это F. То есть по исключениям самим еще конечно же будут советы. Советы от Скотта Мэйерса, ну как минимум от Скотта Мэйерса по использованию исключений. Вот. Последний пример. Что в последнем примере мы делаем? Здесь есть функции F.A, F.B, F.C, F.D. И есть наша тестирующая функция. Она вызывает F.D. F.D в свою очередь вызывает F.C, та в свою очередь F.B, та в свою очередь F.A. В чем тут фишка? Фишка в том, чтобы здесь вы увидели, ну воочию вы это не увидите, но понимали немного ближе, что такое иногда говорят раскрутка стека. И почему иногда вот просто так пробрасывать какие-то коды возвратов, то есть если это не ошибки, ну типа не забыть что-то сделать, там еще что-нибудь. С помощью генерации исключений не совсем хорошая идея, потому что это может бить по производительности. К примеру смотрите. То есть мы тут знаем, F.D вызывает F.C, та в свою очередь F.B, и та в свою очередь F.A. То есть есть некий стек функций. И вот когда где-то в какой-то функции вот здесь генерится исключение, что происходит? Происходит раскрутка стека, это так называется. Что это означает? Это означает, что вот в этом блоке ищется блок кетч. Есть ли здесь перехват этого исключения? Этого перехвата, этого исключения нету. Значит что? Стек раскручивается. Это значит идет поднятие, к примеру, функции F.B. То же самое здесь идет поиск. Есть ли здесь перехват вот этого вот исключения? Здесь его нету. Стек раскручивается дальше. Переходим сюда. Есть ли здесь перехват? Его здесь нету, раскручивается дальше. А здесь есть перехват? Нету. Раскручивается дальше. и только вот на этом этапе мы находим что что перехватывать любой тип сообщений но в любом случае перехватчик уже здесь есть вот на этом этапе раскрутка стека останавливается и это исключение мы перехватили но если же здесь его не будет то вернется функцию main здесь тоже кетчу не будет и в результате наша программа завершится аварийно вот ну давайте запустим вот этот пример f как мы видим an unknown это у нас вот отсюда еще так что нет вот зашли функцию d функцию c функцию b функцию а и перехватили исключение что вот зашли функцию d вот это уже не выполнилось вот это не выполнилось вот это не выполнилось то есть когда мы лив сделал и вот это не выполнилось давайте переместим это функцию b вот так вот функцию а зашли с функции а вышли а дальше с функции b мы корректно не вышли сцене вышли из d не вышли потому что был было сгенерено исключение вот но соответственно давайте 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 здесь перехватим просто дабл попробуем это сделать но вдруг кто-то сгенерит такое исключение попробуем запустить terminate колод автор шоуин у нас вызов завершился аварийно ну давайте точку остановку поставим попробуем выполнить как мы видим программа завершилась аварийно почему потому что раскрутка стека произошла не было найдено ни одного перехватчика и соответственно программа завершилась аварийно поэтому как я сказал тема очень скользкая то есть механизм обработки исключений очень гибкий и в умелых руках и при правильном использовании дает массу преимуществ но где-то что-то мы не дочитали не разобрались как с этим работать или не имеем достаточного опыта и эти преимущества превращаются в недостатки которые тормозят программу которая делает не очевидным какие-то вещи и т.д. и т.п. то есть можно сравнить это со скрытыми go to но с навороченными go to вот вот эти troll вот поэтому будьте аккуратны набейте руку на простых примерчиках в качестве домашнего задания напишите свой класс разберитесь напишите свой класс и попробуйте генерить специальный класс но исключение да но по аналогии по аналогии вот с out of range то есть это объект какого-то там класса да вот это вот есть класс есть какие-то он может генерить исключение вот либо просто создайте несколько классов в данном случае это out of range потом out еще чего-нибудь вот и в качестве домашнего задания по написывайте свои классики по своим каким-то исключением это может быть опять-таки класс данном случае out of range а здесь у вас может быть свой там свой набор классов и там open exception close exception в right exception а этот класс будет содержать то есть можно будет получить текстовое сообщение об ошибке можно будет числовое сообщение об ошибке получить можно будет сделать что-то еще вот ну и обязательно вы должны знать что если вы используете библиотеки которые генерят исключение значит вы в своих программах должны все это оборачивать ракетчи чтобы гарантировать работоспособность программу потому что если объекты какой-то библиотеки изгенерят исключения и ваша программа упадет и это упадет у клиента который ее купил то претензии вы никому предъявить не сможете если вы предъявите претензии разработчику этой библиотеки то разработчик вам покажет документацию в которой написано что функции или объекты могут генерить исключения им и укажет вам какие исключения он будет генерить а то что вы как разработчик другой который пользуется этой библиотекой не обернули использование этих объектов в блоке try catch и не перехватываете возможные ошибки то это лично ваши проблемы поэтому либо программа пишется так и она использует механизмы исключений либо вообще не использую то есть либо там хотя бы если есть парочку throw то значит все надо все оборачивать в try catch для того чтобы гарантировать стабильность потому что как вы видели на примере f раскрутка стека у нас шла 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 и в результате когда мы вот здесь дену вот здесь поменяли тип в результате ничего не ушло не нашло и программа упала это очень плохо поэтому на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки ну и все такое всем пока